ну вот хороший сентябрьский день число двадцатое вода в пруду упала больше может сантиметров на 70 но глубина там еще приличная в общем то и посмотрим какая там сейчас будет глубина все приготовлено к откачиванию воды мото-помпа такой вот дренажный насосик для мелких частиц для грязной воды то есть есть надежда что я откачаю им ил вот ну буду запускать наверное качаем насос вот лавит хорошо я даже обороты уменьшил это на половину оборота прошло 40 минут сантиметров двадцать пять не больше Подключил второй насос Второй насос, который электрический Походу он шпарит не хуже того Думаю, что сейчас процесс пойдет быстрее Не думаю, точно пойдет быстрее Вот, двумя насосами работа пошла повеселее С этой стороны берег более илистый Но тут чернозем больше Там обривистый Вон видно в берегу, как раки, норки там понаделали Свои Конечно, момент достаточно волнующий Результат трех сезонов Пруда будет сейчас на лицо Все будет видно Первый, самый главный Первая и самая главная причина откачки пруда Это избавиться от плотвы Которая тут, я полагаю, немеряно Ну, увидим Откачаем, увидим Сколько будет, столько надо ее откинуть Так, первая находка А находка эта такая Есть меди речные И здесь их, походу, немало Откуда они тут взялись, я не знаю Я их сюда точно не запускал Вон, там одна лежит Где видно На пары пусть идет А вот тут она закрывается Я ее на открытой была Потом закрывается У нее уже на зиму готовится Вот Меди и есть Это уже хорошо Поскольку Эта вещь для пруда очень хорошая Хорошо разрослась И выкоренилась кубышка Мощнейший такой корень Это За год В прошлом году весной Она была Посажена Тут одна С той стороны другая Шикарно разрослась Так что Кубышка будет тоже жить Интересно наблюдать За перепуганными глазами Лягушек Не поймут, что делается Ну вот Прошло 4 часа Двумя насосами Две трети Воды Откачано Значит Состоянием пруда По этим параметрам Я доволен Края пологие Ничего там Особо не Обсунулось Ну только то Что конечно Раки понарывали Что все в норах По бокам Вот Ну Яма там И яма тут Значит Думаю Что конечно Они будут Немного заилены А может и много заилены Увидим Доберемся до дна Увидим Вот Ну Как то так Никого еще не видел Из своих рыб Эта сторона Вот такая Для линя Специально была Оборудована Там и камыш И рогоз И вот сами видите Что И пни И ветки И накиданные Чтобы икру Было где откладывать Вот И пологий берег Там Метра три Туда Прогреваться Прогревается Он лучше А тут сразу Уже дальше Через Эти три метра Ну может меньше Два с половиной Пошла сразу Яма Там должен быть Перешеек Между двумя ямами Вот Судя по этим По Как по-моему Цепластику Где-то Полтора метра Может больше Откачено Может метр шидесят Ну Потом все Замеряем Пока Качаем Дальше Вот Нашел ответ Ниже какого Уровня Не упадет Мой пруд А не упадет Он мой пруд Ниже такого Уровня На котором Он и был То есть Где Глина Там где Выше пошел Праводоводный слой Вот там Вода будет И уходить Тут Уже Показалось Ведерко Ведерко Я ставил Ведерко С ведерком Известь Туда ставил Поскольку Ракушечника У меня нет У нас здесь Вот Я Известь Засушил То есть Намочил ее Потом достал Она засохла В камень Положил В ведро Вернее Это все И происходило В ведре И это ведро Опустил В воду Пол ведра Извести Ушло Кому-то понадобилось Может быть Для лечения Половину Высокал Начинает Из воды Выпрыгивать Линь Видимо Он тоже В шоке Непонятно Не понимает Почему Что тут делается Вода уменьшается Выпрыгивают Как бы Плещутся Ну думаю Это Не радостно Они это делают Сегодня Заканчивается Шестой час Откачки Уже Видно Дно Уже Видно Жрецов Моих Рыбочек Значит Что тут Толстолобы Большие Карты Ну большие Это для пруда Большие Я не знаю Какие Выпрыгивали Сантиметров По 30 Может Больше Я потом Может быть Если Получится То Сниму Толстолоб Пытался Перебраться С одной ямы В другую Ну застрял Так Дословил Этого Толстолоба Вот такой Вот дядька У меня Вырос Не знаю Сколько Он потянет Но Он Сантиметров Ой-ой Он Больше Рутвида Локтя Вот такой Красава Блин Вот Чуть влез В эту Сейчас переключу Чуть влез Чуть не на всю Дивну Моего Подсака Рукой одной Я Моню Опа Пусть поплавает Пока здесь Ну вот Понадобилось Шесть часов Чтобы откачать Еще один Насос Работает Вот там Полно Кишит Малышни Всякой Надо Ловить Не плотву Главное Плотву И карася Тут уже Сылом идет Водиться Рязное Ну вот Как-то так Ну что ж Буду Буду Ловить Заплавливать Толстолобы Еще есть Смотрю Ну пусть Этот носок Скачает Я одеваю Сапоги Погибли И волшебные Хорошо Наша бабушка Класс Ну вот Такая Картина Маслом Долезть На середину Невозможно Там На тот свет Ныряешь Ну Плотвы Миллион штук Выловлено Карты Караси Окунь 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 Один Можем Окунь Оставить Пусть Грызет Дальше Клотву Хорошие Картики Амур Амур Толстолобы Толстолобы Не знаю Поскольку Килограмм Надо будет взвешивать Выпускаю назад Рачат Один без клешни Клешни съели Этот по-моему Вот такие Рачата Вот малюсенькие Совсем 3 сантиметра В длину Кусаются Огущаются Вчера Не выпустил Маленький Коричневый рак Вообще Коричневый Таких И не было Здесь Что он такой Коричневый Стар Вот Значит Раки Размножались Здесь Но Ни одного Большого Не выловил Хотя Большие Попадались Когда Ставил В путанку Когда В роголовку Завазили Пару штук Также Назад Выпускаю Леньков Пошел Ну Выпущу Их Сразу С этого Леня Не знаю Они ночь Перекантовались В емкости Ну Как бы Бодрые Надеюсь Что выживут Все Если Не вызовут Там Его достаточно Мелочь Вчера Столько Осталось Один Товарищ Он Не хочет Жить Хоть Еще Признаки Жизни У него Есть Ладно Пусть Как Хочет Так Ну Вот Как-то Так Из Больших Рыб Здесь Выловили Значит Два Амура Они Размером Полметра Такой же Самый Так Четыре Толстолоба 40 Сантиметров Два Карта 35 Ну Вот Вот Такие Все Должны Были Быть Но Были Не Все Амур Весной Амура Было Запущено Шесть Штук Вот Из Его Выжили Только Два Толстолобы Пару Штук На Сетку Попадались На Путанку И Вот Четыре Штуки Еще Выросло Ну Вот И Судить По Тому Какую Рыбу Буду Выращивать Можно Амура И Можно Толстолоба Без Вопросов Они Будут Хорошо Расти С Утром Росил Густой Такой Дождик На сей момент Прошло Прошли сутки Как Закончил Откачивать Откачивать Вчера Воду Семнадцать Вечера Я закончил И потом Еще Три часа Три часа Маслал Здесь Под сачиком Вылавливая Рыбеху Значит Вот Через Сутки Сколько Родники Дали Воды Это Уже Приличное Количество Завтра Включу Еще Насос Будет Буду Подкачать Потому Что Рыб Рыбы Осталось Рыбы Нельзя Было Взять Собственно Я Вчера Не мог А сегодня Хотел А потом Думаю Нету Смысла Все равно Здесь Надо Наводить Порядок Наводить Порядок В том Плане Что Ямы Зимовальные Которые Были На метр Глубже С этой Стороны Одна С той Стороны Вторая Они Уже Заилились Ну или Как это Сказать Не Ил В простом Понятие Его Что Это Там Грязь Черная Или Как-то Так Просто Здесь С двух Сторон Бьют Родники А Родники Когда Бьют Они Из Земли Несут Вот Такую Супесчаную Смесь Песок Даже Вот С этой Стороны Даже Просто Видно Что Песок Вымывался Он Аж Как-то Так Даже Достаточно Высоко И Тут Сильнее С этой Стороны Родники Потому Что Вода Фуговала На ту Сторону Таким Ручьем Прям Туда Шла Ну И Вот Значит И Гнала Из Земли Эту Смесь Песчаную моя уже не три метра будет вот как я стою здесь метр семьдесят шесть роста это я получается ну короче будет до двух с половиной метров вот так вот такая глубина 22 с половиной ну если конечно не опускать в эту палку в ту в ту смесь которую еще можно уйти вот на такой же самый рост что можно здесь делать я полагаю а значит так раки которые попадались сетку которые попадались в колоку ну конечно я не презентировал всего этого дна и осталось много и карпа и карася и плотвы карпа не одна маленькие вот рачки такие были и на этом все где с куда попрятались остальные не знаю кстати все мидии вот эти речные устрицы или как там их еще называют уже никого нет уже все в воде посползали так красиво вчера и утром сегодня еще некоторые доходили короче они умеют двигаться вот такая вот фишка по земле двигаться по земле значит плотву мульон штук я выловил выпустил в канаву которая рядом большую отобрали вот что-то коршун хочет может рыба отобрали посолили остальное по выкидывали миллион выкинули на миллион еще тут и и остался значит что единственное спасение от нее то обещать плотвы избавиться это закинуть сюда сома на следующий год который вычистит не только плотву вычистит все что здесь есть есть мысль такая запустить кларьевого сома у нас здесь недалеко 150 километров хозяйства человек держит приличном количестве его выращивает и можно его на лето когда будет плюсовая температура где-нибудь начале июня конце мая зависимости от погодных условий его сюда закинуть осенью потом снова откачать уже опыт имеется и его выловить смысл откачивать вот это что нагнали родники я полагаю нету потому что и его основа занесет какую яму тут я не выкопала его родни и родниками занесет и вот до такого же самого уровня как она есть сейчас за именно так снова родники так его и закинуть плюс будет работать карп будет работать карась лень и все снова станет вот в такой вид то есть выход у меня такой выращивать здесь леня карася можно карпа можно же обратно попробовать сомам вот это на следующий год как попробую выложу видео если дойдут до этого конечно руки ну и попробовать будет он расти не будет здесь расти эти вот ямы уже за вот за занесены этим субстратом скажем так и и вода холод воды холодной там столько не будет но она будет идти с родников но как бы больших перепадов воды не будет поэтому я думаю берега пологие прогреваются хорошо значит вода будет теплая и будет достаточно для того чтобы можно было сома этого попробовать выращивать ну вот такой результат моей откачки моей ревизии посмотрим как будет дальше значит раков можно тут покидать вон лежит трубочка на это поделать трубочки для раков потому что маленьких маленькие раки вот я показывал были значит они где-то размножаются где-то они живут где-то они попрятались будем пробовать рыбы значит достаточно наловили вытянули столько забить хорошо что был резервный морозильник есть дома здесь деревне и он завален полностью даже не влезло все еще это еще дома в холодильник пару отделений забили рыбой насолили будет и запечь что то есть вот так вот я думаю что такой пруд если вот таких количествах рыба не нужна там а постоянно пойти вот порыбачить я теперь уже не буду так как сказать карантин делать до там до осени о этот не реститься не это рыбу для размножения здесь нету смысла выращивать вот сказал приятель говорит для доращивания до кинь там весной или осенью каких-нибудь там по 150 грамм по 200 и они за лето подрастут и косе не можно будет ну даже летом их уже можно будет где-нибудь с июля начинать рыбачить потихоньку сидеть отдыхать и тягать на удочку ну вот как то так вышло